Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В эти выходные в Барнауле на 16 часов отключат горячую холодную воду. Кого это коснется и почему это произойдет? 445 тысяч жителей края уже привились от гриппа. Во всех лимедучреждениях есть вакцины. Из Барнаула на СВО отправили специальную технику, трактор, созданный под запросы военных и УАЗ для медико-санитарного батальона. Итак, в Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном и Октябрьском районах в эти выходные вынуждены отключат горячую холодную воду. Ее не будет с 10 вечера 30 сентября до 2 часов дня 1 октября. Барнаульцев просят сделать запас воды. С чем связано отключение, расскажем прямо сейчас. Более 216 тысяч барнаульцев в Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном и Октябрьском районах лишатся горячей и холодной воды на 2 дня. Вынужденное перекрытие сети проведут из-за технических работ. В администрации города прошло оперативное совещание, где обсудили отключение водоснабжения в связи с заменой трех запорно-регулирующих арматур диаметром 600 мм в Индустриальном районе. Собрались мы здесь, потому что у нас большая зона отключения. Все эти мероприятия обеспечат надежное водоснабжение барнаульцев в зимний период. Замена запорных арматур в будущем при возникновении аварийных ситуаций, проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях позволит значительно уменьшить зону отключения и попавших в нее количество абонентов. Барнаульский водоканал и администрация города согласовала проведение работ в ночной период и в выходной день, чтобы нам минимизировать отключение социальных объектов, чтобы школы и детские сады, которые в этот момент не будут принимать детей, они в этом случае не пострадают. Воды не будет в 70 детских садах, 41 школе и 23 медучреждениях. Также в зону отключения попадает более 900 многоквартирных домов и около 4,5 тысяч частных владений. Над организацией подвоза воды уже работают. Барнаульский водоканал по заявкам будет подвозить воду, но большое количество населения не позволит охватить полностью. Поэтому просим запастись ресурсом, отнестись к нашей работе с пониманием. И, конечно же, в первую очередь будет вода подвозиться в медицинские учреждения, стационары, где находятся люди на лечении. Приносим свои извинения, еще раз просим отнестись с пониманием к нашей работе. По вопросам, связанным с подвозом воды и работами, можно обратиться по телефону на экране. В ходе совещания отметили, что работы никак не повлияют на подачу отопления. Данил Кузнецов, День с толком. 445 тысяч жителей Алтайского края поставили прививку от гриппа и израсходовали почти 80% вакцин, имеющихся в регионе. К нам в редакцию поступает обращение барнаульцев, которые хотели поставить прививку, но в их поликлинике не оказалось вакцин. В Министерстве здравоохранения объяснили, что следующее поступление препаратов будет уже в начале октября. А в целом Край пока получил лишь 40% доз от заявленного количества. По словам главного внештатного эпидемиолога Край Ирины Переладовой, на Алтае давно не было такого ажиотажа на прививание от гриппа. Самые активные по традиции пенсионеры, не отстают от них и люди помоложе, а также школьники. Однако прививочные кабинеты не перегружены, поэтому передвижные пункты для вакцинации этой осенью вряд ли появятся. Из районов Края тоже фиксируют обращения, связанные с нехваткой вакцин. На такой случай в сфере здравоохранения прибегают к практике. Если кто-то готов поделиться вакциной, причем я хочу сказать, делятся вакциной в очень небольшом количестве, мы очень быстро ее перераспределяем. Но с каждым днем эта вакцина убывает и в лучшем случае кто-то может поделиться в соседний регион 30-50 доз. Как только у нас на сегодня вакцина поступит, мы тем же днем эту вакцину перераспределяем. В течение трех дней эта вакцина очень быстро получается. Новые запреты для митингующих, страхование жизни охот инспекторов и экономическое будущее Алтайского края. Такие темы были в повестке сентябрьской сессии Законодательного собрания региона. Особое внимание парламентариев привлекла корректировка краевого бюджета этого года. О том, насколько выросли доходы региона с начала года, знает Данил Кузнецов. Первая после выборов губернатора сессии АКЗС собрала 24 вопроса. И большинство из них были связаны с экономической сферой. А главный вопрос касался корректировки краевого бюджета. За 8 месяцев 2023 года доходы края выросли на 4%. Это объем более 6 миллиардов рублей, причем это все наши налоговые и неналоговые доходы. Это налог на прибыль более 6 миллиардов рублей, 600 миллионов рублей акций на нефтепродукты. Дает нам возможность увеличить и доходы на 3,7 миллиарда рублей и сократить дефицит бюджета, который у нас был достаточно высокий. Более 2 миллиардов рублей до конца года пойдут на решение проблем муниципалитетов. Немалую часть средств выделят на строительство дорог, закупку квартир для детей-сирот, реализацию краевой инвестиционной программы и выплату социальных пособий. Александр Романенко рассказал о том, что к середине октября на рассмотрение депутатов поступит проект регионального бюджета на следующий год. А на этой сессии депутаты приняли законы, которые нужны для подготовки бюджета. Например, повысили налоги для иностранцев. Патент для иностранных граждан, которые трудятся у нас, предлагается чуть-чуть скорректировать, увеличив региональный коэффициент так называемый. Для чего? Чтобы приблизить сумму налога-патента к сумме НДФЛ, которую платят наши российские граждане. Экономическая корректировка ожидается и внутри муниципалитетов. Раньше самые богатые районы отправляли в краевой бюджет часть собранных доходов. Теперь объемы транспорта уменьшили. Платить будут только те муниципалитеты, где жители зарабатывают в 2,6 раза больше, чем в среднем по региону. Были на сессии законопроекты правовой направленности. Два момента здесь уточняем в данном законопроекте. Первое. Лицам, являющимся иностранными агентами, запрещено организовывать публичные мероприятия. Вторая позиция, уважаемые коллеги, мы расширяем перечень мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. Именно законопроект об изменениях в отношении митингов стал яблоком раздора среди парламентариев. Резонанс вызвал второй пункт, из-за которого в крае почти не осталось мест для демонстраций. Запретили все, начиная с вокзалов и заканчивая образовательными и медицинскими учреждениями. А где еще проводить публичные мероприятия, коллеги? Скажите, вот орган власти принял решение неправильное, кондиционное, несправедливое. Люди куда должны идти? К органу власти. И там протестовать. Больницу оптимизируют, где они у ЦРБ. Куда людям идти протестовать? К этой больнице? Нет. Теперь этого сделать будет нельзя. Однако есть и позитивные изменения в законодательстве. Например, теперь жизни алтайских охот инспекторов будут страховать за счет федерального бюджета. За последние пять лет в регионе погибло два таких сотрудника. И еще десятки получили травмы от действий браконьеров. Теперь вместо 178 тысяч родственники погибшего получат полтора миллиона рублей. Если причинен вред здоровью от степени тяжести, если инвалидность первой группы, это уже миллион 125 тысяч. Вторая группа 750 тысяч. Третья группа 375 тысяч. А было всего-навсего 30 тысяч. А вот жизнь и здоровье сотрудника особо охраняемой территории в поле зрения закона не попали. Но, скорее всего, депутаты этот вопрос будут продвигать. Также сейчас в парламентских кругах идут размышления о том, нужно ли инспекторам табельное оружие. Все-таки им в случае опасности пользоваться удобнее, нежели охотничьим. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле растет количество злокачественных образований бронхолегочной системы. Только за последние полгода врачи выявили 16 патологий. Как предотвратить заболевания легочной системы и куда обращаться за помощью при длительном кашле, расскажет моя коллега Валентина Аскерова. Процедура безболезненная, но неприятная. Василия Яковлевича обследуют в плановом порядке. У мужчины центральный рак легкого. Появился кашель, с трудом начала отходить мокрота. Врачи санируют, чистят дыхательную систему. Пациенту становится легче дышать. У меня выявили онкологию легких. И я проходил химиотерапию. После прохождения пятой химиотерапии у меня побочным эффектом оказалась пневмония. От полости носа до осмотра бронхиального дерева. Бронхоскопия позволяет визуально увидеть изменения, выявить образование, взять анализы и поставить правильный диагноз пациентам, которых направили на осмотр в эндоскопическое отделение больницы скорой медицинской помощи. У нас есть возможность у единственной больницы в городе проводить такие обследования для амбулаторных пациентов. То есть мы смотрим пациентов в поликлиниках. Не только нашего стационара, кто у нас лежит. У нас есть ежедневные талончики на бронхоскопию, на ларингоскопию. То есть это верхние отделы дыхательных путей, легкие. И очень много, за даже вот эти два года, сколько мы начали работать на этом оборудовании здесь, было очень много онкологических случаев появлено уже, бессимптомных именно, но при этом уже запущенных. В этом году врачи провели больше 450 бронхоскопий. Из них 65 для амбулаторных пациентов. За последние полгода медики диагностировали 16 злокачественных образований. Грустную статистику можно остановить, предупреждают врачи. Обязательно хотя бы начинать с простого сферографии. Конечно, делать КТ, какие-то сложные методы не нужно каждому пациенту, но хотя бы раз в год проходить сферографию нужно обязательно. Следить за собой, какие-то непонятные симптомы, кашель такой, который уже не проходит неделю, две, три, уже стоит все равно обязательно к врачу обратиться, и врач уже не станет до обследования. Заниматься самолечением не стоит. Игнорировать симптомы тем более настаивают медики. При первых звоночках обращаться в поликлинику по месту жительства. Там обследуют и в случае необходимости направят на бронхоскопию. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Большая часть правого берега Аби заблокирована для проезда отдыхающих. С такой проблемой к нам в редакцию обратился один из барнаульских рыбаков. Проблемой стал металлический забор, заблокировавший единственную нормальную дорогу через лесополосу. Кто его поставил и есть ли пути объезда, разбирался Данил Кузнецов. Утреннюю опь острова Помаскин посещают теперь разве что рыбаки. Для них осенняя река наслаждение, ведь вместе с теплом с нее ушли туристы. Однако для любителей уехать подальше от пляжа есть проблема. Вот этот забор, который поставили в мае. Проезд он проходил за забором основной. То есть там была дорога, которая уже использовалась на протяжении нескольких десятилетий на моей памяти. То есть барнаульцы, которые летом используют это побережье как место отдыха, как место рыбалки, место своего пребывания. Забор здесь появился в связи со строительством нового парка на правобережном тракте. Сейчас на объекте уже ведут масштабные работы, подготавливая площадку под строительство. Будущий парк идеально подойдет для хорошего времяпрепровождения. Согласно проекту здесь будет располагаться множество инфраструктурных объектов. Среди которых, например, кафе, хозяйственный блок, пункты велопроката, площадки для пляжного волейбола, баскетбола, футбола, пруд, амфитеатр. И также площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Согласно кадастровой карте, дорога действительно заходит на территорию объекта. Поэтому сейчас остается неясным один вопрос. Как до конца стройки попасть на большую часть правого берега? Подрядчики не видят проблем. Там машины ездят постоянно, и не дирает пляж, не пляж. А он проехал туда, ему надо рыбаку этому, и все. И забор этот не мешается. У нас есть проект, генплан, утвержденный администрацией. Недовольные таким положением активисты обратились в надзорные органы. Их специалисты провели проверку и зафиксировали частичное ограничение свободного доступа к водному объекту. Управлением направлены предостережения о недопустимости свободного доступа к водному объекту и складирование навалов, легко размываемых грунтов в границах прибрежной защитной полосы. Остается лишь один узкий путь для попадания на большую часть правого берега. По песку, между рекой и лесополосой. Пока вода низкая, это хоть и приемлемый, но жутко неудобный вариант. А что делать во время паводка? Кажется, рыбакам и будущим отдыхающим придется искать другие пути. Парк будут возводить около полутора лет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле стартовал проект «Экскурсионное бюро. Ключ от города Б». В его рамках активисты движения первых Алтайской академии гостеприимства проведут 21 экскурсию по краевой столице для студентов 15 профессиональных образовательных учреждений, родом не из Барнаула. Этим летом активисты краевого отделения движения первых получили грант на реализацию социально значимого проекта «Экскурсионное бюро. Ключ от города Б». Старт проекту дали 27 сентября, во Всемирный день туризма. В открытии приняли участие председатель Совета регионального отделения движения первых Алтайского края Ирина Рыбина, заведующая отделом по развитию туризма Барнаула Александр Барышников, директор туристического информационного центра края Александр Томашевич. Первыми на экскурсию отправились студенты Алтайского транспортного техникума. В течение двух часов учащихся знакомили с историей и достопримечательностями Барнаула. А в ближайшие два месяца в такие мини-путешествия отправятся студенты 15 профессиональных образовательных учреждений города. С началом учебного года в школы Барнаула идут сотрудники госавтоинспекции. Они проводят специальные уроки для детей, педагогов и даже родителей, чтобы напомнить всем о правилах дорожного движения. Ведь по статистике ведомства в Барнауле с начала года в ДТП пострадало 77 детей. Как обеспечить безопасность школьников, расскажем далее. Вы видели такие пешеходные переходы? Да. У вас возле школы какой пешеходный переход? Пешеходный переход. Регулируемый и нерегулируемый. Кстати, нерегулируемый, пожалуй, самый опасный дорожный участок. Об этом ежемесячно напоминает инспектор ГИБДД детям. Ведь ДТП с их участием, к сожалению, происходит регулярно. За 8 месяцев на территории города Барнаула с участием несовершеннолетних зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых 77 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из них в качестве пешеходов пострадало 40 детей, в качестве пассажиров 17 детей. Проводить такие профилактические мероприятия важно, а в игровой форме еще и эффективно. В этот раз совместно с молодежным правительством сотрудники госавтоинспекции провели занятия для первоклассников в школе номер 51. Напомнили, как переходить проезжую часть, а также раздали пометки ПДД и свето-возвращающие элементы. Кстати, работа ведется не только с малышами, но и со старшеклассниками, педагогами и даже родителями. Сформированы родительские патрули. На начало четверти родители помогают нам проверять соблюдение правил дорожного движения. Вокруг нашей школы пешеходные переходы есть как нерегулированные, так и регулированные. Поэтому не будет лишним напомнить как детям, так и родителям-водителям, которые подвозят детей к нашей школе о правилах перевозок детей и о правилах дорожного движения. Во всех школах есть информационные уголки безопасности с подробной схемой маршрута, дорожными знаками и опасными местами. Безопасный маршрут у нас составляется для детей первых и четвертых классов, с первого по четвертой классы. Здесь это коллективная комплексная работа детей, госавтоинспекции, педагога и родителей. Смотрим, помогаем, корректируем. У каждого ребенка есть свой индивидуальный маршрут, он его знает. Совет родителям проходить с детьми этот маршрут, чтобы ребенок самостоятельно и безопасно мог добраться от дома до школы. Отметим, по сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием детей уменьшилось. Дмитрий Дроздов, Юлия Щепина. День с толком. Из Барнаула в зону спецоперации отправилась уникальная техника, а именно трактор, созданный специально под запросы военнослужащих и УАЗ, укомплектованный под медико-санитарный батальон. Подробнее далее. Очередная отправка в зону СВО из краевой столицы. В этот раз уникальная техника, узкоспециализированный трактор и УАЗ. Сегодня у нас очередная отброска. Благодаря Барновельскому молочному комбинату сегодня безвозмездно будет передан очередной автомобиль УАЗ, который будет направлен в зону проведения специальной военной операции. А также Алтайский тракторный завод «Грант» сделали такую технику для военнослужащих. Она техника уникальная, с необходимым навесным оборудованием, которое приспособлено для работы в суровых условиях. Барновельский молочный кабинет и впредь будет участвовать в таких подобных акциях вместе с Народным фронтом, с другими общественными организациями. Узкоспециализированный трактор способен в трудных условиях вытягивать другую технику. Специалисты говорят, что аналога этой модели нет. Она создана под запросы военнослужащих. Все полностью изготавливается на нашем предприятии. Здесь все в Барновле находится. То есть это и рама, и кабина, и все эти настройки. Все это изготавливается. Манипулятор тоже все изготавливается на нашем предприятии. А это уже восьмиместный УАЗ также для участников СВО, а конкретно для медико-санитарного батальона. Мы эту называем таблеточку, потому что она идет в медсамбат, идет нашим омским мобилизованным. Мы его полностью укомплектовываем внутри изделий медицинского значения, медикаментами, ну и то, что необходимо в госпиталях. Все, кто как могут, так и помогают. И это видно на тех отправках, которые мы отправляем еженедельно в различных количествах и техники, и имущества, и необходимого технического снаряжения. Отметим, что за полтора года администрация города и предприниматели отправили уже более 200 тонн продуктов, а также необходимую технику, помогая участникам СВО и жителям новых территорий. Анастасия Дороган, Ирина Корчагина, День с толком. Ирина Корчагина, День с толком.